Девчонки, привет! Сегодня я снимаю для вас видео о своих фаворитах. Фаворитах как декоративной, так и об одном продукте у изуходовой косметики. Поэтому, если тема этого видео для вас интересна, конечно же, продолжайте смотреть. Первым фаворитом, который я хотела бы отметить в этом видео, являются вот такие вот патчи от фирмы Secret K. Называются они Gold Raconium. Это патчи, я их называю енотами условно. Это патчи, которые, гидрогелевые патчи, которые созданы для того, чтобы увлажнять кожу под глазами, для того, чтобы разглаживать морщинки, справляться с синяками под глазами и с отеками, которые у вас имеются. Значит, как выглядят сами патчи? Сами патчи представляют из себя гидрогелевые такие полоски под глаза, по зону вокруг глаз. Вы их наносите, они так у вас достаточно намертво приклеиваются туда. И жидкость, которая вот в этих патчах есть, она постепенно впитывается в вашу кожу, за счет чего патчи слегка становятся тоньше. И когда вы их снимаете, то есть они становятся уже заметно тоньше по сравнению с теми, что было, когда вы их накладывали на зону под глазами. Я могу сказать, что патчи действительно, на мое удивление, они действительно убирают синюю под глазами, и они действительно справляются с отечностью и прекрасно увлажняют при этом кожу. На самом деле для меня, в принципе, все патчи, они по сути как бы были одинаковые до сегодняшнего момента, до того момента, пока я не купила вот этих енотов, и не поняла, что действительно есть все-таки те патчи, которые реально работают по сравнению с теми, которые я пробовала раньше. То есть те, что были раньше, для меня уже абсолютно не работают, и покупать я их точно больше никогда не буду. Вот эта штука действительно девчонки работает, она действительно высветляет область под глазами. Также в наборе есть патчи, соответственно, под глаза, и есть такие кругленькие детальки, скажем так, кругленькие тоже патчи назовем, они накладываются на зону с вашими воспалениями, с покраснениями, с прыщами. Накладываете на прыщик, можно ходить до полного высыхания, то есть практически полностью впитывается вот этот патч в вашу кожу. То есть он создан из большого количества вот этой вот эссенции, и эссенция практически полностью впитывает в себя, кожа практически полностью в себя впитывает эту эссенцию. Значит, за счет чего уменьшается у вас покраснение вокруг зоны с прыщом, воспаление уходит, и сам прыщик слегка подсушивается. Я могу сказать, что я наносила на зону с воспалением, наносила этот патч на 20, примерно 30 минут, я могу сказать, что действительно даже за это время у меня прыщик слегка уменьшился, и так немножко подсох даже. Когда вы их накладываете, они начинают слегка пощипывать, такое некриминальное, скажем, некриминальное такое пощипывание, то есть в принципе от этого, скажем, плохо или как-то неудобно не становится, поэтому оно проходит достаточно быстро, поэтому в нанесении они тоже очень комфортные, они имеют безумно приятный запах, я не знаю, какая-то парфюмированная у них приятная очень отдушка, очень мне нравятся они как в нанесении, так и в действии, я обязательно буду их покупать еще, и вам, девчонки, тоже рекомендую, если у вас есть какая-то из перечисленных проблем. Но я думаю, что молодые мамочки особенно, девчонки, вы оцените вот этот продукт по достоинству, или те люди, у которых какой-то нереальный распорядок жизни, когда вы спите там по 5 часов, по 4 часа в день, или просто не доспали когда-то, или после какой-то вечеринки, вот эти патчи придут вам на помощь, девчонки, попробуйте обязательно, очень-очень и очень достойный продукт, всем вам рекомендую. Дальше, что хотела бы показать, хотела бы дальше показать продукты из декоративной косметики, два из них от фирмы Essence, первый из продуктов это тушь, тушь от фирмы Essence, называется I Love Extreme Volume Mascara. Я люблю очень сильно туши от Essence, я уже говорила в каком-то видео про то, что мне нравятся щетки, мне нравится соотношение цена-качество этих тушей, мне нравится, как они работают на моих ресницах, мне нравится все, в принципе, в тушах Essence, собственно, поэтому я продолжаю с ними экспериментировать, покупать совершенно разные, разные-разные модели. Значит, вот эта модель, назовем ее таким образом, она очень сильно, на мой взгляд, похожа на тушь Benefit Therial. Вот на конце у нее, если вы видите, вот с этой стороны, у нее есть небольшой такой шарик, этот шарик очень сильно напоминает тот шарик, который находится на щетке у знаменитой туши от Benefit. Он отлично помогает прокрашивать внутренние реснички со стороны внутреннего уголка глаза, но при этом эта тушь, помимо хорошего прокрашивания, она на щетке реально дает просто сумасшедший объем. То есть вы, когда наносите ее на глаза в один слой, у вас реально становится просто, я не знаю, в три раза больше ресниц. Она удлиняет, но она не удлиняет, скажем, как-то мега круто, в принципе, на моих ресницах удлинение особого не требуется, у меня достаточно длинные ресницы. Но я люблю, когда туши на ресницах много, когда ресницы заметные, не люблю а-ля натурель вот этот эффект туши на глаза. Я люблю, когда ресниц много, когда их заметно и так далее. В общем, поэтому я люблю туши Essence. Их всегда на щетке очень много, но вот в этой туши я могу сказать, что я не ждала, пока она подсохнет. Я с первого раза начала ей пользоваться и продолжаю пользоваться до сих пор. Отложила все свои другие и люксовые туши, и какие-то просто из масс-маркета поприличные, скажем, типа Лориаль. Пользуюсь, девчонки, туши от Essence за 5 долларов. И вот реально вам могу сказать, что просто больше вообще ничего не надо мне. Я счастлива от того, что у меня она есть. Я рекомендую вам всем попробовать ее. Я, честно, не могу сказать, как она будет работать на коротких, например, ресницах. На коротких, тех, которые просто, ну, так вот торчат, например, ресницы. Возможно, вам будет недостаточно объема. Возможно, вам будет слишком много этой туши. Возможно, кисточка будет слишком большая. Но для тех, у кого достаточно длинные свои ресницы, и вам нравится, когда тушь добавляет объем дополнительный, то мне кажется, что эта тушь вам подойдет, по крайней мере. Ее будет даже не жалко выбросить, если она вдруг вам не подойдет. То есть это не тушь от Dior, да, которая стоит, я не знаю, 30 долларов. И которая, если вам не подойдет, все-таки даже как-то жаба тушь-то кидывает. А вот эту тушь, мне кажется, абсолютно можно вот так с ней поэкспериментировать. Но я вам ее настоятельно советую. Обязательно попробуйте. Просто клевый продукт. Вот. И второй продукт от Essence. Это матовый блеск. Он называется. Это Essence XXL Long Lasting Lip Glow. И здесь написано матовый эффект. Вот так вот выглядит. У меня в оттенке, не знаю, в каком оттенке, у меня здесь стерлась, к сожалению, информация. Там чего-то беж у меня было. Их, на самом деле, не так много, насколько я знаю, в линейке. Поэтому мой вот в таком натуральном бежевом цвете, у него очень приятный цвет. Очень приятный цвет. Я надеюсь, я смогу его изобразить на камеру. Вот так вот он выглядит. Он реально просто как цвет ваших губ. И вот сейчас он у меня тоже на губах. Мне очень нравится вообще, как помада себя ведет на губах, во-первых. Она по запаху очень сильно напоминает Nuxe. Nuxe, говорю, Nuxe. Крем Lip Gloss. Крем Butter, как это так называется у них. Вот эти блески известные, да, матовые. Они действительно очень похожи сами по себе, по консистенции. Я очень извиняюсь, ученки. У меня тут параллельно что-то пикает. Очень похожи по консистенции, очень похожи по запаху, очень похожи по носке. Но Essence, соответственно, в несколько раз дешевле. Несмотря на то, что Nuxe, 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 по-моему, да, Nuxe, да, тоже достаточно бюджетная косметика. Но вот этот блеск, мне нравится, и спонжик у него очень удобный. Он такой достаточно большой, он очень хорошо ложится на губы, очень хорошо распределяет продукт. Вот так вот он выглядит, такой тоненький, узенький. И очень удобно прокрашивать им даже края губ. Действительно, очень хорошо носится этот матовый блеск. Он ложится без комков. Вот что его действительно выгодно отличает от блесков от Nuxe. То, что он съезжает в губ, сходит. Очень-очень приятно. То есть, когда у меня был вот этот вот лип-крем от Nuxe, красный у меня был в цвете, вот когда он сходил, он какими-то корками отваливался. То есть, он какими-то, даже шаушинки какие-то появлялись сначала, и потом эти шаушинки отваливались. Было очень некрасиво, как-то неприятно вообще, в принципе, его носить. А вот этот, он просто сходит. То есть, он сходит, как обычный, там, я не знаю, блеск, как обычная помада. Как-то съедается, и не остается, там, неровных каких-то краев, не остается неровного цвета, в принципе, внутри губ, да. То есть, вы просто его обновили сверху, и вы можете хоть 10 слоев сверху наносить. Вот эти катышки, они не появляются, в принципе, никогда. То есть, которые появляются обычно, когда вы обновляете матовую помаду, вторым или третьим слоем нанося ее, да. Поэтому, шаушинки, тоже очень рекомендую вам, очень-очень бюджетный блеск. Он стоил, по-моему, вообще доллара два, вот правда. Вот за два доллара. Я прямо, вот у меня сейчас он в любимчиках, не потому что он стоит 2 доллара, потому что он действительно дает очень крутой цвет, и очень приятный в носке, его можно даже без зеркала накраситься, и пойти, и он параллельно увлажняет губы, и как бы и пахнет очень приятно. И вообще на губах очень-очень приятное такое ощущение, когда вы его наносите. В общем, рекомендую вам, мой фаворит, последний, наверное, как раз месяц. И следующие два продукта, они уже от MAC. Первый из них, это вот такой вот бронзер, это новая их коллекция. Как она называется, я честно не скажу, она называется что-то. Вэт, вэт что-то, в общем. Короче, последняя вот эта вот у них коллекция вышла. Я думаю, что по цвету, в принципе, вам будет уже понятно, да, те, кто, скажем, пойдут в магазин, я думаю, что без труда вы найдете этот бронзер. Он называется Delicates Studio Sculpt Definining Bronzing Powder. 10 грамм здесь, и вот такой вот бронзер. Девчонки, я искала давно какую-то замену достойную именно маковскому гармонии вот этого оттенка. Мне почему-то гармония стала как-то слишком по красноту уходить на моем лице. И вообще мне захотелось попробовать чего-то другого. У меня был и Bahama Mama от DeBaum, тоже знаменитый. Говорят, что тоже похоже, в принципе, по цвету на гармонию. Bahama Mama, на мой взгляд, слегка рыжеват. И с ним как-то сложно обращаться, на мой взгляд, опять-таки. То есть им очень легко переборщить, и когда вы его наносите, его нужно быстро сразу тоже стушевать. В общем, я пока к нему не сильно приноровилась, несмотря на то, что в нем уже есть дырка. То есть я просто каждый раз его наношу и каждый раз пытаюсь как-то по-новому с ним поиграть, потому что он не всегда ложится так, как мне хотелось бы. Я искала что-то более деликатное. Девчонки, вот это, на мой взгляд, является прекрасным аналогом или альтернативой маковскому гармонии. Почему? Потому что у него действительно очень красивый, очень благородный такой серовато-коричневый потон. Я думаю, что на камере, то, что вы сейчас видите, он в жизни реально так и выглядит. Он очень красиво смотрится на скулах, очень натурально, его легко очень наслаивать. Он очень мягкий, просто безумно мягкий. То есть когда вы набираете его на кисть и наносите его на кожу, он действительно просто очень мягко, каким-то сатиновым таким финишем ложится. И я могу сказать, что он не осыпается во время нанесения, что является очень большим плюсом. Для меня самый большой плюс в том, что с ним очень сложно переборщить. Вот вы его нанесли, растушевали, и он реально лежит в какой-то просто идеальном каким-то скульптурирующем цвет. Вот для меня даже на загорелую кожу, несмотря на то, что сейчас у меня загорелая кожа, его не сильно сказать, что его заметно на ней, но тем не менее он дает именно то правильное и красивое скульптурирование, которое мне хотелось получить от бронзера. И я его действительно использую не как бронзера, а как скульптурирующую пудру. Еще раз, вот так вот это выглядит. Еще раз цвет, да, Studio Sculpt Definiting Bronzing Powder. Там, по-моему, 6 оттенков там в линейке, но они практически все там либо рыжие, либо красные какие-то, либо с бронзером, с этими блестками. Вот этот самый-самый такой деликатный, деликейтс называется, он, кстати, цвет у него. Вот, поэтому я думаю, что вы его без труда найдете, девчонки, очень рекомендую, если искали что-то вот подобное из того, что искала я. Что-то очень натуральное и очень хорошо носибельное при ежедневной носке. И последний продукт на сегодня, это тоже просто моя любовь, я прям влюбилась в этот продукт. Это гель-крем для бровей. Это тоже из новой коллекции от MAC, из этой же серии. Называется оттенок у меня True Brunette. Это гель для оформления бровей. Да, выглядит он вот таким вот образом. Цвет вот такой выглядит, такая паста, но он действительно как гель. То есть он именно не паста, он гелевая такой консистенции. Он у меня сейчас на бровях. И для меня это просто идеальный на данный момент оттенок, который я искала очень-очень тоже давно. Но он прекрасно наносится на брови. Его нужно очень-очень немного. Он очень концентрированный, сам цвет именно. То есть вот его нанесли, разнесли на брови, растушевали. В принципе, одного, скажем, набора на кисть достаточно, чтобы распределить по всей брови. Прекрасно носится, никуда не сползает в течение всего дня. Отличная, у него отличная стойкость. Главное, чтобы цвет я очень удачно подобрала. Для меня на данный момент, мне кажется, это мой идеальный цвет, который мне подходит на 100%. Девчонки, я вам прям советую попробовать из этой линейки вот эти вот скульптурирующие гелия, кремы для бровей. Я думаю, что вы останетесь довольны, потому что там достаточно широкая линейка оттенков. Там, по-моему, 6 оттенков вот в этой линейке. И они все достаточно такого, достаточно правильного цвета. То есть там нет, знаете, такого вот желтого какого-то, коричневого вот этого, такого в желтизну уходящего цвета. Они все какой-то правильной коричневатости, скажем, вот так вот. То есть мне очень понравился конкретно мой цвет. Если у вас похожий типаж, как у меня, то True Brunette вам подойдет на 100%. Он предпоследний в линейке. Там есть еще Dark Brunette, по-моему, называется. Вот он уже прям в черноту будет уходить. То есть это прям даст вам такие черные-черные брови. А вот это дает именно такого коричнево-пепельные брови, что, на мой взгляд, более натурально смотрится, вот если у вас примерно такой же типаж, как у меня. Вот, девчонки, это были все мои фавориты на сегодня. Это те продукты, которые я действительно нежно люблю и пользуюсь просто очень и очень активно в течение последнего месяца. Если я о них сегодня вам рассказываю, то это действительно то, на что следует обратить внимание. И зачем следует пойти в магазин и хотя бы попробовать. Возможно, они вам также подойдут, как они подошли мне. Если, девчонки, вам что-то подойдет из того, что я вам посоветовала, обязательно напишите мне об этом в комментариях. Я буду очень рада, если смогла вам помочь каким-то полезным советом. И хорошего вам дня, счастливо, до скорой встречи, пока-пока.